Привет, моделисты и моделистки. А.К. Crazy Russian, город Санценати, штат Огайо. Я живу в стопроцентной англоговорящей среде. Мне иногда сложно говорить по-русски, особенно какие-то технические моменты. Всем спасибо огромное за корректировку. Так, у нас что сегодня? Топ-кемера. У меня, ребят, улыбка не сходит с моей физиономией. Где-то час назад я прочитал такое. И вообще меня сложно чем-то удивить. Я как-то спокойно на все отношусь. Но это у меня просто как мешком пыльным по голове. То есть раньше бы... Я не буду вам рассказывать сейчас. Просто напишите, если интересно. Я как-то когда-нибудь в другом видео расскажу. Сейчас у нас техническое, очень такое важное. На файл апдейт. Короче, были группы на Yahoo англоязычные, производители DCC. Я перешел... Они переделали на новую платформу Groups. У меня даже своя есть. Я оставлю ссылочку. Подписывайтесь. Мы можем там какую-то дискуссию разводить. Короче, на ESU этой группе... Ну, типа форумов. Единственное, что... Там можно, по-моему, хранить файлы и прочее. Я думаю, устроить небольшую библиотеку там. Ну, если зайдет. На ESU группе чувак пишет. Я хочу поменять Zemo декодер, который стоит в роковском локомотиве с камерой. У меня, кстати, один есть. ОББ, да? На ESU декодер. Ну, и потом комментарии и прочее. Вот это мне просто... Шибануло. Так что, ребят, пишите, если интересно. Я обязательно расскажу эту историю и все мои мнения. Так. Ну, что у нас? Программатор. Когда его включаете в сеть, вот появляется такое... Ну, даже сейчас сделаем с нуля. Вот так. Так. Машка, которую вы видели, я поставил декодер. 640-й. Сайнос я переделал зимовский на нормальный мотор. Не сайнос. Да, вот. Запустился. Так вот выглядит. У меня здесь на этом USB Memory Stick, USB Thumb Drive называют. Здесь в основном Thumb Drive. Три файла. Один файл для декодера, новый firmware. Потом другой файл на проект, Sound Project. И третий, апдейт, вот эту штуку. Ну, так он сидит. Они друг другу не мешают, не влияют друг на друга. Вот сейчас врубаем. Во-первых, момент. Сделаем так. Сейчас мы прочитаем, что у нас здесь есть. Этот программатор сам по себе тоже командная система. Я показал быстро в тот раз, но я покажу чуть подетальнее. Сейчас читается вся информация с декодера. И мы увидим, по-моему, здесь скоро появится CV-8. Это производитель. CV-7. 39 это теперь software. Вот написано 39.00. Хорошо. Что мы делаем сейчас? Это тоже я вырубаю звук и свет. Он так по умолчанию вроде стартует. Эта штука как джойстик. Интересная вещь. Он идет вот так вот вперед и меняет. Либо можно нажимать. Видите? Это когда меняется направление движения. Так? Очень прикольная вещь. Совсем забыл, что он как джойстик. Но это не важно. Так. Теперь что мы делаем? Мы выходим. Есть менюшка такая тоже. Если... А, задержать. Так. Update Software and Sound. Сейчас прокрутим. Drive Ops. Sync. S-S-U. Status. Вот мы выходим в статус. Так вот. Значит, 0.83.12 Это этого программатора. Формуэр. Теперь смотрите. Нету файлов. Врубаем этот. Не обязательно, чтобы был какой-то зима. Любой. Ну там до... Не знаю. Гигабайт хватит там за глаза. Даже меньше. Просто современные они пошустрее. Так все. Верхний это как раз апдейт на декодер. Нижний это файл, который я загрузил. Что нам нужно? Нам нажать нужно на первый. Update Formware. Я кверх ногами делаю. Ну вот. Он начинает читать с локомотива. Самое главное, чтобы этот тест и колеса были четкие. Потому что сейчас идет обмен информацией. Это быстро идет. Но если будет какой-то затык, проще говоря, и контакт плохой, в общем, нужно делать сначала. Я лично не испытывал никаких проблем, чтобы декодер там заморозило и все. И нельзя его больше переделать. Нет. Такого я лично... У меня не было. Но я слышал о таких вещах. То есть они всегда рекомендуют, чтобы прям все четко-четко было. Ну, разумеется, когда вы поставили в локомотив... Сейчас апдейтов уже там с какого... У меня есть небольшая. Я начал с 2000... Ой, с 2008 года, когда это все там какие-то старые версии махровые. С 2008 года, когда все опять можно было апдейт делать. Так, 100% окей. Ну, четко берем. Идем вот в этот режим уже рабочий, да, скажем. Как командная станция. Так. И читаем. Что мы сейчас прочитаем? 3, адрес, 0. То есть все нормально. 18, 145. О, 40. Окей. Видите? Так, сейчас мы это вырубаем. Так он запускается. Смотрите. 40, 0, 1. Это точно... Так, сейчас момент, ребят. Заметили, да? 40, 0, 1. То, что доктор прописал как раз. Это нам и нужно. То есть апдейт прошел и нормально. Ну, я вырубаю потихонечку. Значит, у нас звук включается F1. Я специально такой саунд файл взял. Можно это потом remap, да, можно любую другую функцию. Я, если европейский, то у меня F1. Значит, свет. Ну, свет не очень видно, разумеется. Но вот он запускается. Ну, его просто крутанем туда-сюда, в обратную, в другую сторону. И все. Так. Переключим. Направление движения. Вот этот, да, джойстик вверх, вниз, вверх, вниз. Ну, он сам откидывается назад. Так. Это функция 3. Так. Идем в другой режим. Вернее, в верхний режим. F3, F4, F5. Это, пардон, рука моя. Свисток F5. Так, далее. F6, F7, F8. Ничего. Какие-то, да, тормоза, там, наверное. Больше функций здесь нет. Ну, это просто быстрый тест. Ну, чё, погнали. Forward. Здесь скорость будет показываться. О, видите, контактик. Ну, бывает. Этот стенд я еще не очень, так сказать, обкатал. Ну, и Машка тоже не очень обкатанная. На рельсах она нормально увидела, да, но здесь, вот, чтобы такого не было, но, разумеется, надо четко. Стенду нужно хорошей, ну, в другую сторону. Так. Работает. Честно говоря, на, вот, марклинских стендах, ну, давайте вырубим звучок, жмем чуть-чуть сюда, второй, вернее, F1, вторая кнопка. Сейчас, даже вот на таких марклинских хороших, ну, SMT, по-моему, старых, да, все равно бывают затыки. То есть, ну, есть какие-то окисления или что-то такое, не всегда идет хорошо. То есть, нормально, для турецкого варианта это очень классно. Ну, вот такая история с апдейтом, ребят. Пишите какие-то вопросы, и если вам интересно про... Пройти группу вопрос, чувака, я обязательно сделаю видосик коротенький, ну, за разговором каким-то. Окей, спасибо, до свидания.